Так было, так не будет. Итак, Лондон обзавелся уникальными мемориалами. В разных частях города высадятся небоскребы, которые умышленно держат пустыми. Не новость, но как свыкнуться с этим и со многим другим. С тем, к примеру, что несколько миллионов стариков в Англии голодают, что зафиксировано как медицинский факт. А в середине лета здесь для поднятия цен уничтожили 18 миллионов яиц. Что одни угасают от недоедания, для других, присыщенных, рекламируют продукты, питание, основное достоинство которых в низкой калорийности. Так было, так будет. В самом ли деле кто-то верит, что это навсегда? Докеры не верят, и шахтеры не верят, и кораблестроители, железнодорожники, пикетчики. Они потому и ведут такую упорную борьбу. Не все из них определили конечные ее цели, но почти все каждодневной битвой выверили, что такого общества, где одним негде жить, а другие, наживаясь, держат пустымы небоскребы, они не хотят. К стачкам тут привыкли, хотя таких затяжных и взрывных, как в последние годы, было немного. Дело в том, что теперь рабочие все чаще выступают не просто за прибавку, но против капиталистической системы эксплуатации как таковой. Это уже не экономический торг, а политический вызов обществу свободной конкуренции. И когда докеры-пикетчики лили недавно кровь в схватках с полицейскими, они сражались не только со штрейкбрейкерами, но прежде всего против мистеров Хаймсов. Пикетировали они капитализм. Власть, придержащие тогда, не просто перепугались, но и подивились этой ярости. В Англии такого прежде не знали. Сторожители утверждают, что этого не было даже в бурные 20-е годы 20-го века. Гнев рабочих был тогда не меньшим. Их организованность, сплоченность, однако, не поднялась тогда до отметки, означенной, к примеру, классовым подвигом 10-ти тысяч судостроителей Верхнего Клайда. Почин забастовщиков с Верхнего Клайда оказался заразительным. Рабочие по всей стране стали устанавливать контроль над обреченными предприятиями. Один из последних примеров события середины августа 1972 года на машиностроительном заводе Торникрофт в Безингстоке. В ответ на объявление об увольнении 340 человек и продаже завода американской корпорации рабочие заперли ворота и установили свое управление производством. А тут еще победоносные забастовки шахтеров, железнодорожников и попеи с докерами. Правящий класс, искушенный, ловкий, за века научившийся выпускать парасоциального напряжения и находить спасительные компромиссы, к такому кризису готов не был. Пар не выходил, с компромиссами не получалось. Неспроста должно быть именно в эти дни некий бригадный генерал по имени Китсон начал развивать идеи подавления внутренней анархии с помощью вооруженных сил, имея в виду как запас прочности правящего класса Британии. Так и все еще не выветрившийся из рабочего движения реформистский дух. Дело вряд ли стоит излишне драматизировать. Положение тем не менее серьезно. О чем в частности говорит похожая на крик отчаяния программная статья газеты Таймс. Прямо так и озаглавленная. Да, мы в опасности. Газета Файнэнсел Таймс идет дальше. Предупреждая рабочих против раскачивания лодки, газета пугает их альтернативой гражданская война или восстановление монолитной тирании большинства. И сам язык и близкая к истерике тревога газет, голосом которых вещает правящий класс, примечательны. За кризисом консервативного правительства Хита стоит куда более широкий и далеко идущий кризис британского капитализма. В мире, где царит безжалостная конкуренция, где выживает сильнейший, он сдает одну позицию за другой. Падает его доля в мировом капиталистическом производстве, в международной торговле. Страну трясет горячая инфляция, какой она прежде не знала. За два года пребывания Тори у власти цены возросли на 22%. Несколько лет на миллионном уровне держится безработица. С таким багажом Англия вступает в общий рынок. Претензии Тори на руководящую роль в нем не подкрепляются достаточной амуницией. В этих условиях правительство консерваторов решило попытаться скрутить рабочих. Парламент проштамповал закон об отношениях в промышленности, чтобы вырвать из рук рабочих такое оружие классовой борьбы, как право на забастовку. Власти просчитались, полагая, что им удастся навязать трудящимся это законодательство. Мы являемся свидетелями редкого феномена, правящий класс Британии пребывает в состоянии близком к панике. То же самое происходит с правым крылом. Причина – массовый бунт против ненавистного закона об отношениях в промышленности, заявил генеральный секретарь Компартии Великобритании Джон Голлан. То, что тяжелые танки Центурионы прошли 31 июля на штурм католических гетто в Белфасте и Дерри, почти одновременно с тем, как в Пентальвинскую тюрьму упрятывали пятерых докеров, не совпадение в том, что расправу с рабочими с помощью вооруженных сил проповедует генерал, прошедший выучку в Ольстере. На улицах мятежных североирландских городов есть тоже своя логика. Если брать внешнеполитический план, то о событии сентября 1971 года, когда высылкой работников советских учреждений в Лондоне и членов их семей и сопровождавшейся истерией правящей круги намеревались отвлечь внимание от внутреннего кризиса. Тоже, так сказать, ложатся в строку. Старой доброй Англии нет. Есть все еще весьма богатая, играющая в мире немалую роль, но одрехлевшая, захромавшая страна, раздираемая неурядицами, полное недоверие к внешнему миру, потерявшая уверенность в себе. Как она такая приспособится к окружающей действительности, какое место займет в мире, уравнение со многими неизвестными. И снова обязательный диалог с разговорчивым соседом. Согласен мистер Уидингтон, лето ужасное. Сосед что-то заметно помрачнел, но менее общительным не стал. Как вам нравятся эти строители, и они бастуют, негодует он. В последние два года, если вы заметили, мы уже сидели без электричества и без службы уборки мусора, без поездов и газет. Докеры чуть не месяц держали нас в морской блокаде. Какая не снилась Наполеону. Теперь строители. Что делается с Англией? Ничем не могу утешить мистера Уидингтона, потому что это факт. Не было еще такого с Англией. Сентябрь 1972 года. Глава из книги Виталия Кобыша «Британия. Великая и малая».